Один из залов Володарского музея посвящен первым годам работы предельной фабрики, основным предприятием посёлка. Её в своё время нельзя было открыть, начать производственные работы, пока не будут построены социальные объекты. И одним из этих объектов была больница. На фабрике в цехах были комнатки гигиены, санитарные, где медсёстры следили, когда и травматизм был, чтобы скорую помощь оказать. Небольшой коллектив медицинских работников состоял не только из местных жителей. Первые врачи, хотя они были не наши коренные, их присылали. И вот одним из первых врачей был врач, которого привёз Шлихтерман Егор Егорыч, когда стал владельцем фабрики. И этот фельдшер Френкель Емель Адольфович, так его звали, он один обслуживал населённые пункты в округе на 5 километров. И вот удача и радость. Новые имена и лица в старом журнале-отчёте медиков о работе за 1918-1945 годы. Его преподнёс в дар музею в день его 50-летия Александр Лишенко, нынешней заведующей амбулаторией посёлка. В чудом сохранившейся тетради описание болезней, годы вспышек, инфекционных заболеваний. Когда врач лечил, особенно Итиев был в начале 20-го века, всё. И вот как раз, я сейчас фамилию не скажу, потому что здесь вот есть фотографии. И женщины, и медсёстры, и врачи тоже очень старинные тоже фотографии. Потому что нам предстоит теперь хотя бы потомках разыскивать, когда изучим вот этот альбом, вот сейчас, к июню месяца. Мечта сотрудников библиотеки-музея ко дню медицинского работника подготовить новую экспозицию, в которой будут использованы материалы из старого журнала-фельдшера. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.